Сегодня 6 ноября 2016 года, прошло уже около года, вот мы давно не показывали пасеку Василия Яковлевича Приятеленко, известного пчеловода с Украины, который имеет интересные инновации в производстве ульев, его конструкции. И сегодня вот как раз хорошая такая погода, не дождик, потому что поздняя осень, и мы на пасеке видим, что пасека расширилась, пасека изменилась, и хочу попросить Василия Яковлевича рассказать о новых его улучшениях, изменениях и какая сейчас ситуация на пасеке. Я вижу, что она стала красивее и, видимо, еще более продуктивная. Расскажите, пожалуйста, вот о новых конструкциях, которые сейчас я вот вижу рядом с Вами. Ну, мы действительно не виделись с Украины Карача уже год более даже. Он был, так сказать, длительным, ну, как бы сказать, командировкой, заработком, не в столь далеких краях. И мы просто, так сказать, даже не имели такой возможности часто даже контактировать. Ну, прошедший год был, так сказать, насыщенный для меня. Ну, начиная с того, что, вы помните, значит, в это время, в прошлом году проводился, значит, конгресс в Пимонде, в далекой Корее. Я туда, значит, говорится, летал, имел два доклада, ну, я выкладал на своих страничках, значит, это дело, значит, ну, тоже, так сказать, конечно, напряженное. Значит, Виктор Николаевича не получилась поездка и пришел самому, конечно, тяжело общаться было, тяжело летать, но я считаю, что результаты тоже неплохие. Вы знаете, что мы, я там популяризовал, как говорится, как у нас на Украине в журналах, значит, свою, так сказать, наработку, ну, и, значит, известный английский журнал ежеквартальный, значит, печатал два года мои материалы, там, так сказать, значит, ну, вы помните, мы показывали это дело. Значит, я думаю, что мы, значит, сумеем, значит, с господином Хуртином, значит, продолжить эту ознакомительную серию для международной, так сказать, пчеловодческой общественности. Значит, там довольно много старых, так сказать, друзей было на Конгрессе, были новые, так сказать, вы знаете, значит, Юра, значит, новый председатель нашего, значит, президент Апимонди, значит, Филипп Маккейн, значит, я с ним списывался, он довольно положительно отвечает на это дело, обещал даже некоторую помощь. Значит, ну, пока мы не дошли к конкретным, значит, говорится, ну, надеюсь, что в ближайшее время мы с ним сконтактируем более предметно, потому что тут еще, говорится, очень, так сказать, языковый предел, значит, есть у нас такой серьезный, но при помощи Тера Николаевича, я думаю, мы это преодолеем, так? Ну, что хотелось бы сказать по конкретной пластике, по моей, значит, я, ну, не просто расширен или, так сказать, там, наростен, а здесь у нас в прошлом году я подошел, значит, как говорится, к трьом модификациям своей системы, которая, значит, позволяет более, так сказать, гибко и более, значит, продуктивно использовать, значит, эту систему. И вот на сегодняшний день я просто, ну, как бы сказать, может, даже и вынужден, потому что это фактически полностью на моих, говорится, плечах это все лежит, вся работа. Значит, значит, все-таки я сегодня имею 60 пчелосемей, значит, которые вошли в зиму более-менее в нормальном состоянии, значит, и такое количество пчелосемей, имея параллельно, так сказать, значит, довольно много работы, значит, как по изготовлению улей, так по написанию, там, исследовательской работе, а тут довольно тяжеловато обслужить, но, как видите, значит, улейки более-менее ухоженные, можно сказать, значит, они все, значит, подготовлены к зиме, проведены осенние работы, значит, и я уже на сегодняшний день имею такую уже практически подтвержденную, значит, работу моей системы в разных модификациях. Ну, я знаю, можно будет, хотелось бы еще, так сказать, напомнить, значит, кто, так сказать, не смотрел на нашу, всю эту, значит, потому что в разных временах мы излагали, в чем заключается система, ну, еще раз давайте я вам напомню, в чем сама система заключается, ну, сейчас, ну, во-первых, смотрите, она максимально приведена к природным условиям, значит, в которых живет медоносная пчела, апельс, мылифы, значит, в чем заключается это максимально, значит, ну, вы знаете, там, значит, мы, вроде-то, сейчас все пчеловодство настроено на работу по тех, в основном в анстроновских, как бы сказать, формулах, в анстроновских этих всех, но оказалось, что, значит, одно дело, что, когда это дело применяли, другое дело, когда стоит, ну, а применяли его в основном не потому, что там, как говорится, в природе так дело, а просто удобно, знаете, и пчеловоды пришли к таким удобствам, но оказалось, что это, мягко говоря, неудобно самой пчелиной семье, потому что разрушили, как говорится, те природные каноны, без которых, как говорится, пчеловодство очень плохо, значит, в чем первый канон, это то, что, значит, рамка, значит, сота, значит, которая строит первоначально, значит, медоносная пчела, она должна быть около 40 сантиметров, плюс-минус, значит, из рецепта, значит, в этой своей системе все я использую вот эту ульевую рамку, которая, значит, составляет, ну, на нашу обычную стандартную ващину, значит, и она составляет, значит, узковысокая 40 сантиметров. Затем мы, если мы берем любой учебник, и, ну, как малая индийская пчела или апельс-малифера, они строят, написано, написано, четко и ясно, что 7-800 таких, и других исследователей я не видел, значит, ну, почему-то мы начали строить улья совсем по другой системе, или вот эту систему не придерживаемся, или этих 7-800 далеко отошли, начали строить и 12, и 16, и 20, и 24. Значит, второе, это то, что, значит, в природных условиях, значит, вверх гнезда, он пристраивается к твердой поверхности, то ли это скала, то ли это дупло, то ли все, но это он не просто так при это самое, ему так хочется это самое, а это очень, значит, функционально большое значение имеет для самой биологии пчелы и так далее. То есть в этой системе улья при любых перестановках сохраняется природный вверх гнезда. То есть он имеет такое, значит, говорится, ну, будем говорить, опять же, пристроен к верху гнезда. И даже при перестановке корпусов мы имеем всегда природный вверх гнезда, который имеет, как бы сказать, глухую, ну, она не глухая, она там имеет некоторые вентиляционные цели, но имеет глухую это самое. Значит, то ли в летний период, то ли мы, когда сокращаем медовый корпус, значит, то мы тоже имеем, значит, вот это природное строение вверха гнезда само. Понимаете? А тут тоже имеет большое как биологическое значение. И тоже тут мне, я довел вот это обслуживание, то, что она буквально за несколько, там, ну, день-два, там, она восстанавливает это природное строение, видите, здесь был медовый корпус, мы его сняли, и она, опять же, выстроила быстро вот этот верх гнезда, который существует и в природе. Здесь, как продуктивность, мы рассказывали, значит, меняется, так и это самое, так меняется и поведение, значит, улучшается само его биологическое, так сказать, состояние пчелы. Значит, затем у нас получается так, что мы имеем вот этот, как бы сказать, распорный корпус, в котором происходит зимовка, значит, пчелы семьи, а уже собираем мед, как правило, из верхнего корпуса, который ставится на период, на период, куда, значит, идет медосбор. То есть, удается разграничить, значит, вот эти зоны. Если мы даже проводим обработку, то она обрабатывается только в этом корпусе, а уже новый корпус. А представьте его вот примерно, как раз-то будет, это как третий корпус. Медовый, да, он ставится сверху, и, значит, целостно. Значит, в чем, значит, втрой, значит, говорится, очень важный, ну, я бы не сказал антистроновский, а, значит, очень важный, как бы сказать, то, что в этом системе улей удается достичь целостного развития гнезда, понимаете. И не просто целостное развитие. Вот видите ли, вот этот корпус, когда мы ставим медовый корпус сверху, то застройка корпуса идет, значит, следующий, это стоп, идет снизу, понимаете. То есть они имеют целостное соединение восковое, и они застраивают, и вот, и откладывают мед, вот видите, мы не используем вот это решеток, так называемый, потому что это очень проблематичная штука, понимаете, как для биологии самой пчелы, так и для пчеловодов, потому что матка, вечно она где-нибудь там, может, размеры не такие уж серьезно большие, между там маткой, трутнями, и пчелой, и она может там где-нибудь пройти, опять же, сказать, это самое. А тут получается, что они застраивают соту снизу, и сразу заливают медом. То есть тут практически не бывает застройки сот, которые, значит, имеют расплод, ставят. Во-первых, это мед со всего другого качества, то есть то качество, которое, ну, даже в природе нет, фактически мы в природе берем мед из сот, которые уже был расплод, которые, так сказать, загрязнены там различными, значит, тоже, значит, говорится, веществами, которые там после расплода остаются, а здесь, получается, чистый мед. И не используется никаких, значит, решеток, еще раз говорю, значит, все, мед запечатанный, чистенький можно взять и использовать, как говорится, во благо для людей. Значит, вот эти два постулата, значит, что, значит, куда мы ставим медовый корпус, здесь тоже сразу же формируется верхнезад, который забезпечит, опять-таки, природное вот это их строение, понимаете, они, опять же, привощиваются, значит, к потолку, как мы говорим, но здесь стоит, конечно, пленка, которая позволяет легко отделять это самое. Значит, и, значит, на протяжении всего деятельности пчелиным, пчелиным, мы имеем полностью застроенный верх, как в природе. И это, в основном, строение, значит, гнезда. Но, с другой стороны, это очень легко разбирать, разборное гнездо остается, остается легко разбираем. Почему? Потому что они в точках только, которые соприкасаются между рамками. И кроме того, что поперек идут, понимаете, рамки вот в этой системе идут, просто поперек. То есть, остается пространство, которое, значит, работает, пчела свободна, остается целостность строения гнезда и остается разборность его хорошая. Я вам скажу так, ну, как говорится, в пчеловодстве сколько вот такого, все, всякого, так сказать, лукавства и лжи уже накопилось. Потому что все хочет, потому что что-то показать. И знаете, когда пчеловодство, ну, сравнивая, там, припустим, с рыбаками и охотниками, то тем надо хотя бы показать большую, значит, рыбу или большого зверя, который они заохотили. А здесь можно просто рассказать, сколько они, так сказать, меду набрали. Даже, когда вот встречаешь, значит, показывают, что это самое, значит, рассказать, что они это самое. А когда встречаешь людей, которые там, оказывали помощь, просто там, пчеловодную, так говорят, не было взятка, поехали, сахара накупили и кормили целое лето. Ну, встречаясь с пасечником, он говорит, да, взяли очень много. Ну, это такое дело. Значит, я почему, что скажу, что, значит, продуктивность этого улья очень, очень, значит, отличается от тех систем, которые используют. И здоровье пчелы, значит, тоже, значит, очень, значит, значительно отличается. Хотя я вам скажу, что, значит, если с обработок члены семьи, то, ну, я использую все-таки обработку, осеннюю обработку, от воротоза, так называемую. Ну, как правило, ставим полосочки, вот так, мы их прямо туда можем ставить. Видите, мы их немножко побеспокоили. Потом можем легко вынимать. Значит, сейчас они, так сказать, я уже удалил эти полосочки, значит, они там все, значит, говорится, затянули вот этот приемчик, они даже не это самое. Потом очень легко тоже продуктивно можно вынимать. Но сейчас многие используют контейнеры такие вот, мы их ставят снизу, конечно. Тоже там дно открывается, вы знаете. Значит, ну, тут это я не буду вникать в саму конструктивные особенности, потому что, значит, кто хочет более подробно иметь, или иметь пасеку такую, или иметь улю, ну, можно обращаться, значит, как наши отечественные, значит, как говорится, пчеловоды, так и иностранные. Ну, есть сейчас обращения, но обычно такие, ну, небольшие любительские, серьезные пчеловоды, они пока еще, ну, как серьезные? Побаиваются. Побаивается, конечно, система. Ну, а так уже, пропустим, уже есть довольно значительное количество любителей, которые приобрели на этом по нескольку уликах, ну, есть некоторых там более десятка, и до двух десятков, но это любители, как правило, я скажу вам, которые, значит, занимаются. Значит, хотя, это более промышленно, значит, адаптированная система, чем остальные системы улей. Значит, в чем заключается ее адаптированность? Вот смотрите, вот у нас, вот этот первоначально, вот видите, там дальше, он работает на 8 ульевых рамок, но этой рамки, значит, вот этот корпус, ну, сначала идет как самостоятельный уль, маленький, с днищем, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем, очень удобная работа все. Когда у нас, ну, мы используем, и первоначально использовали, и сейчас продолжаем использовать улей на 12 ульевых рамок, но эта рамка, она абсолютно идентична, они могут, мы можем эту семью переместить в тот ульевый, и наоборот, с этой ульевы, с той ульевы, сюда переместить. Это разница только в количестве рамок. Затем, ну, я не буду объяснять, потому что есть разные семьи, значит, ну, зависимся даже от многих факторов, есть разные медосборы, есть разные сезоны. Можно использовать вот этот уль, маленький, значит, который подходит, он не такой уж маленький, он при полном сборе, он имеет полную площадь, его 18 ульевых рамок, довольно солидное улье, а там, конечно, получается, можем до 25 рамок, и до 28 рамок, получается. Потом идет следующим образом, когда мы нарастили вот этот корпус, мы проводим, следим за верхом, развитие верху, очень, ну, видите, там, просматриваем, какие рамки застроены, очень хорошо, можно просмотреть, проконтролировать, и снизу, когда снизу они потянули трутневые соты, ну, это у нас есть, что такое, кусочек показать можно, трутневые соты, видите, тогда их срезаем и ставим нижнюю, вот, скульптурой служит для развития. Ну, обычно ставим вот такие рамочки, которые, значит, были в прошлом году для медосбора, ставим сюда их, значит, вот тут она так встает и служит для развития. Ну, показать мне просто я сейчас не имею возможности, потому что эти рамки я стараюсь побыстрее, когда уже их удаляю, они оставляются, во-первых, на зиму, потому что клуб частично находится вот так, где-то так, он начинает снизу, то есть тут есть, как бы сказать, значительно больше возможностей вот этой природной адаптации вечериной семьи к условиям зимы, видите, сколько там возможностей ее движения вверх, понимаете, и она не, ну, вот, ну, представьте себе, вот маленький даданчик, который, так сказать, стоит по плоскости, и она туда ушла, сюда ушла, а она может брать такой корм сверху, распаривая его, а тут имеем природную штучку, такое вот строение. Потом весной мы этот корпус снимаем, ну, эти рамки, конечно, идут, как правило, уже на переработку, да, ну, перетопку на воск, мы даже постараемся, мы постараемся побыстрее. Затем, куда мы нарастим, значит, определенное время прошло, чтобы они пошли туда ложить, ну, матка пойдет все туда, потом ставим медовый корпус на период медосбора. Опять же таки, вот бор продукции очень легкий, потому что контроль за строением легко осуществляется, вынять соты очень тоже легко, потому что даже можно не ждать, пока будет полностью корпус за, 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 ну, заполненную меду, а можно по мере заполнения там, они не сразу все заполнены, а так идут в определенное количество, там, будет начинать там, с какой-то стороны, и вот идти так, последовательно, ну, не разные эти цены, но они последовательно идут, наращивая, значит, свой объем медосбора. И можно брать даже, значит, как говорится, моно-меды, которые там, припустим, цветет, акация, может, акация взять, цветет, значит, липа отцвела, значит, взять слуха, значит, какая особенность еще тут за этот год, я конкретно внедрил и испытал, и это самое, что, значит, опять-таки, значит, в связи с тем, что, вот, что касается 12-ти рамочного уровня, то все-таки, когда мы традиционно использовали два додановских корпуса, соответственно, для развития вниз, а, и для развития.